На площадке тишина. Машина не ездит. Еще перекрываем. Все, начали. Юра, мы можем? Да, да. Начали улиц. Тихо. Вам кого? О, гражданка. Мне? Доксера. И вашего. Я вас слушаю. Что вас беспокоит? А что жалуетесь? Пап, это я, няня. Живой. Девочка моя. Пойдем скорей. Мы тебя отогреем. Пойдем, пойдем. Идем, идем, идем. Вот, идем. Пап. Папушка. 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 47,8,1. мы познакомились с сергеем симоновичем дрейденом на съемках фильма блокадный дневник сергей симонович сыграл в нашей картине роль отца главной героини это рассказ про первую самую тяжелую блокадную зиму ленинград февраль 1942 года сергей симоновичу тогда было полгода он тоже ленинградец его семью эвакуировали перед самым началом блокады и родился он уже в новосибирске у нас не было актерских проб кроме сергей симонович я больше никого не представлял в роли отца который по сценарию своими силой и верой возвращает к жизни дочь она умирающая пошла к нему через весь город чтобы попрощаться с ним и попросить у него прощения на мой взгляд мало кто из современных актеров смог сыграть такую тяжелую такую глубокую роль так как это сделал сергей симонович вот знаешь я все думаю думаю я спать не могу не случайно нам это блокада дана либо мы через эти страдания возвысимся и всю ненужную шелуху себя скинем и станем человеком с большой букву либо если мы ничего не поймем и все забудем то мы исчезнем на веки как динозавр и и жалко нас ни капельки и грош на цена и медный петок ты смекаешь что и после съемок мы сергей симоновичем стали много общаться из-за этого нашего общения и возникла идея записать эти наши разговоры точнее рассказы и размышления сергея симоновича о жизни потому что на мой взгляд он не только замечательный актер но еще об этом мало кто знает талантливый художник и философ которым есть что сказать а на очереди у нас момент я уже обозначил скобка . скобка м у у меня был не было свое кино свое кино это был фильмоскоп то есть диафильмы то есть это пленка с кадрами коробочки с крышечкой как лекарство и там свернута эта пленка была это бог быть подвиг разведчика раскадрованный от начала до конца и титры написаны внизу или молодая гвардия то есть фильм герасимова много у меня целая была большая коробка я обожал и так же у меня было расписано какие кино сеансы у меня будет то есть я играл в кино кинотеатр у меня был свой кинотеатр у меня была пленка который очень любил синбат мореход сейчас у меня вот там рядом со мной лежит издание синбат мореход несколько сказок потрясающая совершенно литература я как-то я купил себе просто потому что захотел почитать вижу синбат мореход но я никогда так не читал я просто с головой ушел так это все потрясающе интересно все и хорошо переведено все толково так и так волшебно все а сказка которую я хочу упомянуть сейчас это одно из путешествий синбата морехода это когда он же купец такой торговец такой предприниматель частный индивидуальный предприниматель и значит он какое-то богатство он набирает товары он покупает судно ну и я не подплывают какому-то острову и там яйцо огромное птицы рух как потом выясняется а он задержался на корабле синбат сочетался может прессу читал может быть в интернете где-то застрял а может просто пассианс раскладывал кто его знает но когда он вышел на этот остров по трапу он увидел что моряки тали по этому яйцу она развалилась там птенец вырезали его раз и зажалили выпили и он увидел эту гулянку вы что что вы делаете это же птица рух смываемся и вдруг небо заболокло солнце не видно это летят две птицы рух к своему птенцу к яйцу к этому видят разбитое яйцо и человечки бегут и они значит а эти быстро быстро на корабль смываемся они быстро быстро на корабль смываются едут а птицы держат камни огромные в руках и бросают первый камень промахивается это судно плывет это парус на какой-то большой судно второе бэм судно разбивается идет со всеми товарами на дно и синбат мореход значит в одиночку плывет попадает на какой-то остров попал он на остров выпал лежит сил нет ничего связи нету все компьютера нету ноутбука нету есть нечего смотрит плоды какие-то деревья он так срывает но есть силы появляются пить хочется о ручей он пьет из ручья вода и соленая же морская он же сколько проплыл пить жажда смотрит на той стороне ручья старичок сидит и он так ему старичок делает и сюда он понимает что что-то старичок хочет от него а а тот ему знаками мол перенеси меня туда перенеси без слов он думает перенесу я старичка может быть за это мне что-то будет ну так не назойливо не чабы что-то будет может быть просто тихо так баланс я ему а потом мне что-то хорошее мама говорила ты сделай хорошее тебе за это что-то будет ты сделаешь это хорошее и тебе за это что-то будет ну такая такой взгляд такое мировоззрение нормально это за это а это за это он берет старичка переносит его почему-то так он его как ребенка перенес легкий старичок и говорит ну мол а то там ножками так все прижал вот так вот и неделя на два вот так он его носит тот возьмет плод а тут давай мне и он раб и он раб и и однажды он думает о господи столько винограда тыква он тыква день 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 это туда виноград это затычку сделал на солнце поставил через два дня там пожалуйста кинзмараули кинзмараули он вскрыл думает ну керну тот ему ножки жал дай мне дай мне дай мне он дает ему выпить тот выпил ножки расслабился свалился и освободился этот ну дальше он корабль дождался все и стал купцом я почему рассказываю эту историю и вдруг я ее читаю и думаю подожди подожди ничего не сказано и возвращаясь в это место где ну перенесу старика почему я нажал там на это перенесу старичка можете мне чего хорошее будет то есть корысть я так корысть вот за это за то что ты корыстно сделал получать я сейчас я скажу другое что это это процесс я смотрю это одна один кадр я смотрю у как интерес у как и о о о о о о о вену о о а освободился птица рух это это все интересные моменты такие, да? Потом я попадаю в ситуацию цепи. Я вступил в какие-то отношения, и я осознаю только одно, что у меня старик. Старик меня душит, он меня не отпускает. Ну, там может быть не старик, там может быть все, что угодно. И бабонька может там быть, допустим. И товарищ твой неизвестно. Главное, что то, от чего ты хочешь освободиться, и не можешь. Ну, как ты попал в эту ситуацию? Ты не смотришь на это. То есть ты знаешь, что как-то ты попал в эту ситуацию. Ты хочешь освободиться, и не можешь. И ты понимаешь, а-а-а, а, это было в моей жизни. Я видел эту ситуацию. Это старик, я ее назвал. Это момент старика из этой сказки. А-а-а. И только тут я вдруг, прочитав уже сказку до конца, думаю, подожди, 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 Он же себе сказал, может быть, что-то я неправильно это трактую. Что же значит, правильно или неправильно? Я трактую сейчас это так. Ты получил этого старика. Ты же не просто бескорыстно это. Ты же хотел что-то выгадать. И я поставил эту сказку в другую тему. В тему ты совершаешь не просто благородный поступок, или просто добрый поступок. То есть ты кричишь. Главное – это доброжелательность. Но можешь быть очень доброжелательным. А при том там думать, что же мне нужно это, что я с него могу иметь. Добрый день. Здравствуй. Понимаете? Это другая трактовка. Но это не моя заслуга. То есть моя заслуга в том, что я вдруг не пропустил это, я выудил это по своей потребности. Потому что, допустим, приведу пример. Приведу пример. Пример как бы борьбы с собой. С собой борьбы. Но не опосля, а сдерживать себя. Сдерживать. Сдерживать себя. Может быть, вы потеряли свое место, а? Я заявил об уходе. Неправда. Я не младенец. Меня не проведешь. Ничего не заявляли. Жалование миссис Гилпли было 27 долларов 50 центов в неделю. Раньше, когда она только начинала службу в похоронном бюро, ей платили 8 долларов. Меня уже научили делать ее работу, и мое жалование было 15 долларов в неделю. Поэтому они выставляли старую леди за дверь. Конечно, я очень доволен, что у меня служба. Я собирался в монтаре, в новых трех долларовых ботинках, но из-за меня плачет миссис Гилпли. В ее-то годы. Миссис Гилпли, я решил с сегодняшнего дня бросить службу. У меня есть дядя в Фортленде. Он открывает бокалейную лавку, и я переезжаю к нему, чтобы ввести его счетные книги. Я не собираю всю свою жизнь работать на какую-то там похоронную фирму. Я ухожу. Таран. В чем дело? Ухожу я от вас. С чего это вдруг? Мало платить. Сколько вы хотите? Вот это да. Я-то думал, он меня сразу выгонит. Нужно запросить побольше, чтобы он наверняка вышвырнул меня вон. Тридцать долларов в неделю. А ведь вам еще только восемнадцать лет. Такое большое жалование несколько преждевременно. Стойте. Почему мы попытаемся это вылазить? Не, я ухожу. Почему вы уходите? Я думал, вам нравится ваша работа. Было время, нравилось, а теперь разонравилось. Он хотел мне дать тридцать долларов в неделю. Не, я ухожу. Месяц, Гилл. Им придется снова принять вас на работу, потому что вашу работу некому сейчас делать. Сок, вы меня ужасно огорчали. А, ничего, ничего. Все обойдется. Откуда я родом, там не принято отбирать работу у дамы. На телевидении Роза Бранна-Сирота, замечательный режиссер, педагог, которая работала с Топсоноговым, многие его спектакли. И она на телевидении сделала замечательную передачу, телеспектакль «Улыбки Уильяма Сараяна». И там была одна новелла. Откуда я родом, там люди воспитанные. Я сыграл там эту главную роль этого мальчика, благородного мальчика. Я сыграл так, что это произвело впечатление на довольно многих людей театральных. И связана эта история с Николаем Павловичем Акимовым. И Николаю Павловичу я очень понравился. Я помню то тепло, которое исходило от него, когда он... Более того, он даже видел какие-то мои рисунки. Он знал, что я так рисую. Принесите. На вы. Принесите. Он мне показал какую-то свою новую технику рисования. Он меня воспринял. Хорошо. С плюсом. Николай Павлович мне говорит, «Сережа, знаете, я хочу восстановить ревизора». А Трофимов, Николай Трофимов, ушел в БДТ. А он был Хлистаков. А он увидел, что я вполне могу Хлистакова сыграть. Я говорю, «Николай Павлович, спасибо. Все, заметано». Я еду в отпуск. У меня есть фотографии эти. Шикарно. Мой друг Юлия Колтон. С фотоаппарат у меня снимает. Я охотно даю. Где-то на природе, в Эстонии. Я читаю Гоголя. Читаю Гоголя. Я буду Хлистаков. Через пять минут я это все забываю. Это остается на фотопленке. У меня возникает, значит, дамочка. И я весь в эту дамочку ухожу. Не в театр. На улице просто. Возникает потом. Это я уже с дамочкой, я уже увольняться хочу. Куда? Что? Николай Павлович, я не знаю. Я в затруднении. Хорошо. Месяц вам достаточно прийти в себя? Да. Приходите. Дается мне месяц. Я не ухожу из театра. Это. Еще тяну время. Нет, все-таки. Я не говорю, что у меня дама там ждет меня. Нет. Я просто раз, пишу заявление и без всяких объяснений ухожу из театра. Это была удовольность такая. Это было «я так хочу». Вседозволенность такая, позволяние, но меня тянет. Мне так хочется, а так не хочется, а так хочется. Это идейно никак. Идейно никак. Это просто похотливо повело. Повело. Ниже пояса пошло. А что вы думаете, что там ниже пояса такое необыкновенное, что ли? Ничего подобного. Ничего обыкновенное. Хожу из театра. Она москвичка, но подмосквичка в пригороде живет. И попадаю в «Современник». Вспоминаю, что у меня «Современник». Он же в Москве «Современник». Еще на площади, там, где Маяковский стоит. Старое-старое. Перед Пекином. Здание. А это был 1967 год. Трилогия идет. Декабристы, народовольцы, большевики. «Современник» делает тройную такую премьеру из трех вот этих эпизодов русской истории. Я играю декабристов, премьеру, Адельберг, генерал, фан-шеф, подаю китель Николаю Первому. А я подхожу к Ефрему и говорю, скажите, а какая моя судьба меня ждет? А что бы вы хотели играть? Я называю весь репертуар Табакова. Весь. Просто я говорю, я бы хотел вот это сыграть, вот это. Я говорю, понятно. Проходит время, там, месяц. Я поносил китель. Я говорю, Олег Николаевич, а какая моя судьба? Дальше-то что? Что мне играть-то? Дальше-то? Дальше что? Все, китель подавать, что ли? Так я и буду китель подавать. Говорит, ты знаешь, я сам это не могу решить. Это должна... Я... Завтра у нас будет худсовет, я скажу, вот Дрейден интересуется. Проходит худсовет. Я говорю, ну, Олег Николаевич, как? Он говорит, вот так же, как вот это было, так же все и будет. Я говорю, хорошо. Не получив ни зарплаты за эти четыре месяца, ничего, я просто покидаю помещение. И даже Миша Казаков, который, собственно, так ходатайствовал, так мне помог, я даже к Мише обиделся. Я не хочу подавать, ничего не буду подавать. Так я не буду. В принципе, сейчас я понимаю. Мне дама уже надоела. И современник, все в ту же лузу. Я так хотел уехать из Москвы, я так почувствовал себя никаким. Мне все было чужое. Ну, то, что отец здесь живет, ну, так я могу к нему приезжать, могу не приезжать. Не хочу. Вот сейчас я понимаю, что это, если бы была другая дама, может быть, я удержался бы. Наверное, в этом было дело. Потому что буквально через какое-то время я уже хотел от дамы, но не случилось. Когда я отца спросил, ну, а как ты считаешь, что в тебе такое мешающее, главное в тебе такое мешающее? Он сказал, поверхностность. Поверхностность. Вот я и говорил про поверхность свою собственную, как невнимание. Я не привел значения, что же происходит с мамой, что же происходит с папой, что же происходит с другим. Я постоянно был занят, что я хочу, что со мной происходит. Обращено твое внимание на себя самого. И когда не случилось, я оказался в Ленинграде, Николай Павлович, ему оставалось жить один год. И я переговорил с моими товарищами по комедии. И они переговорили с Юнгер, Еленой Владимировной, с женой Николая Павловича. И та, в общем, составила нам встречу. В тот момент, когда он пошел на нашу встречу, вот сейчас я думаю, то он же не делал одолжение Елене Владимировне Юнга. Он мог сказать, «Леночка, больше не надо мне об этом человеке говорить». Ну, это так я выстраиваю, возможно. Он пошел на эту встречу. В определенный час я пришел в кабинет Николая Павловича. Он сидел за столом. За ним был его портрет, знаменитый его портрет. Он любил фотографировать. с увеличительным стеклом, вот так, на глаз наведенное. Здравствуйте, Николай Павлович. Без извинений, без всего. Николай Павлович, я хочу узнать у вас, мог ли бы я работать в театре? В вашем театре мог бы я работать? Сказал, «Понимаете, вот есть артист такой-то, да, он умнее поступил, чем вы. Объяснил, чем умнее. Он ушел там-то как-то, но он поступил умно. Умнее. Вы, очевидно, в Москве у вас, вы уехали в Москву в театр. Да? Да, я уехал в Современник, но там он говорит, да. Но, видимо, там у вас не получилось. Видимо. Если я сейчас приму вас в театр, то вы же понимаете, какие роли вы не получите, а какие получите. спасибо, Николай Павлович. До свидания. Он говорит, прощайте. Прощайте. Через год он умер. то есть... Видите? Значит, правда. есть одно слово. Благородство и неблагородство. Есть благодарность, есть неблагодарность. Я покатил. Вот это было дело. Я даже подумал, не припустится ли мне вовсю по шоссе и не рвануть ли в Монтерей. Оттуда обратно, а потом можно сдать мотоцикл от магазина и начать подыскивать другую работу. Да, это была прогулка. Апрель. И Харли Дэвидсон подо мной, и совсем рядом тихий океан. Весь мир. И города, и деревья. Это была великолепная прогулка. Что туда, что обратно? Держу пари, что я обогнал на шоссе не меньше 60 миллионеров. Я чудесно провел время с Харли Дэвидсон. КОНЕЦ КОНЕЦ